друзья всем привет с вами алиса и сегодня наконец-то я начну тратить новогодние жетончики погнали какой же один из девяти призов выпадет первым очень интересно я хочу маги маги нет маги не выпала выпал нам охранник магазина небольшое здание что ж дон для тебя на этом история заканчивается я отдал супермаркету эконом лучшие годы своей жизни помешал сотни магазинных воришек совершить мерзкие отвратительные злодеяния и все ради того чтобы оказаться здесь устроиться на единственную работу которую удалось найти ночным охранником в магазин якорей но конечно это лучший магазин якорей в городе якорным мечтам и якорному мнению с ним не сравнится и все равно у меня ощущение будто я на ступеньку по карьерной лестнице опустился ну еще бы заставить до набродку глазеть на якоря прежде нам нужно построить магазин не пытайтесь что-то вытворить у меня камеры наблюдения следят за камерами наблюдения да он братка но он работал в огромном супермаркете как он сказал эконом я помню серию где он поймал барта который хотел украсть игру и тут он действительно обычно такие маленькие магазины они даже похожи на ларьки действительно никто не охраняет вот где ему там даже сидеть охранять но а сам магазин очень симпатичный даже видны сами якоря и вот это новогоднее украшение над дверями и что мне теперь ставить его в новогоднюю зону как-то будет она там очень странно смотреться ну ладно где ты там дон бродка спрятался заставить дона бродку глазеть обычное задание поэтому мы ускоряем ух ты какая-то цепь бросил якорь так гомерчик давай пролетай ну прикольно слушайте не только огни зажиглись кстати это очень редкий случай когда зажженные окна портят вид магазина эти якоря как-то вот если отдалиться но вообще непонятно что там в окне ну стало в общем то хуже а вот эта цепь с якорем очень крутая фишка доброе утро сэр как прошла ночная смена примерно в три часа ночи на большой якорь села птица я схватил ее чтобы допросить но она включила дурака отпустил с предупреждением мать моя женщина большой якорь пропал нас ограбили как я же на ночь всего ночь глазел на него кто кто мог утащить такой огромный якорь а я вам скажу кто человек миф легенда морской капитан неожиданно морской капитан а ему то якорь зачем для его лодки якоря на лодке ставят надо наверное было провентилировать этот вопрос прежде чем связываться говорят морского капитана воспитал кракен а ходит он на корабле из костей пропавших моряков а другие утверждают что он просто одинокий бывший почтальон в капитанской фуражки в общем чудный тип погоди-ка парень давай проверим камеры видеонаблюдения но его любимая работка заставить дону бродку проверять записи видеонаблюдения ухты неожиданно анимированное задание ну классно ты решил спрятаться ничего мы тебя обхитрием вот так то кнопка на экране мы видим кнопку на которой упал якорь все понятно стало как-то очень слабенькое задание но не хватает знаете каких вот какого-то большого пульта вот на котором бы он нажимал по клавишам крутил бы какие-то крутилки перемещалась бы видео а так на экране какая-то просто кнопка непонятно кто сделал и было бы прикольно как будто там капитан крадется и ворует якорь но это я так фантазирую интересно что будет еще вот тут якорь на месте а на следующем кадре его уже нет невероятно это все магия моря магии моря не существует есть только магия земли магия заканчивается на берегу придурок и чему только теперь детей в школах учит но уж нет я не допущу чтобы меня уволили второй раз за неделю побеседуем с этим морским капитаном давайте побеседуем ну-ка парень подожди я разыщу этого старика и смотрив оба признав что мы за ним охотимся он может проглотить якорь чтобы скрыть следы преступления он весит 200 тонн я однажды припёр к стенке магазинного вора который проглотил троих свидетелей я даже среагировать не успел отъявленные воры еще те глотатели заставить дон обродку провести допрос а морского капитана быть скользкой ребёшкой слушайте но этого дон обродки и фантазия конечно мы ускоряем этих товарищей а теперь они встретились морской капитан вы в недавнем прошлом заходили в магазин якорей яр меня тоже интересуют пропажи берегись бродка тут творится какая-то дьявольщина управление якорями проклятое гибельное место ага кстати а вы правда раньше были почтальоном ага 43 года я колесил по вязовым холмам тоже проклятое гиблое место скажу я вам а а как по-вашему существуют места которые не прокляты и не являются гибельными портленд не очень проклят и не слишком гибельный я там бывал как-то неплохая еда хорошие книжные магазины куда пошли этот морской волк лично признал что он тот кого мы ищем но нам надо поймать его с поличным вы имеете дело с силами сути которых возможно даже не в состоянии понять мистер бродка меня пугают лишь нераскрытые преступления пауков еще не переношу да и сон в котором я прыгаю с парашютом но не раскрывается тоже очень страшный но в основном это не раскрытые преступления он вернулся вернулся на место преступления чтобы наложить на нас проклятие морской некромании но уж нет за ним заставить дон обродку преследовать магазинного вора ну 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 блин ну опять облом а еще будет одно анимированное задание но давайте ребята преследуйте кто уже оказался воришкой еще пять якорей пропали морской капитан расскажите мне что вам известно довольно загадок полагаю вам никогда не приходило в голову лизать якоря который вы охраняете верно я наверное чего-то не понимаю обычно облизывание товара первый этап любого серьезного расследования лежит якорь на вкус сладкий это сахарная вата управление якорями халтурит не стали делают якоря а из сахара и по утрам растапливают сахарные якоря из пульверизаторов и как я до этого не додумался наверное все потому что это довольно тупая идея из-за этих злодеев яхты и моторные лодки сотни врачей пенсионеров оказались в дрейфе и разбились о скалы гуманность смех да и только заставить дону бродку пытаться удержать на плечах весь мир ух ты неожиданно так давайте посмотрим как это так возвышенно звучит удержать весь мир но держит он огромный якорь и как мы понимаем он настоящий не из сахарной ваты бедняжка он даже его сдвинуть с места не может так яичко отойти давай давай отходи о нет понес понес молодец так ты силач бродка я думаю такой якорь нелегко сдвинуть даже на сантиметр ну я так думаю что уже будет финал истории нет ух ты главное он его еле пер а потом хоп и так раскрутил так легенько и выбросил прошу прощения за то что сомневался в вас морской капитан ты не виноват приятель я бы и сам не поверил что человечество способна на подобное злодеяние если бы собственными глазами не увидел я больше не могу понять мир суши пора вернуться в море к моей рыбе подружки хотите сказать вы встречаетесь с русалкой я хотел сказать именно то что сказал и конец очень необычная история вот кто бы мог подумать я думала бродка будет все в том же старом магазине мы будем ловить воришек а тут и старый капитан затесался какие-то якоря друзья пишите ваши впечатления о нашем персонаже как вам его его задание и первое и второе вот и до встречи в следующем видео всем пока пока